Делать, думать и говорить одно и то же. Потому что это кратчайший путь к достижению цели. Таков девиз нашей программы. Это лобби-холл на Ветте. Некоторые определения сразу дают понять все о человеке. Но депутат это не определение, это должность. Разная совокупность качества может сделать депутата хорошим или плохим. Но депутатом именно от этого он быть не перестанет. А вот о том, каким должен быть хороший депутат, сегодня поговорим с гостем в студии. Депутат Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников. Валерий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, собственно, давайте с этого и начнем. Вот как по-вашему, каким должен быть хороший депутат? Что самое главное в вашей депутатской работе? Ну, самое главное, это чувствовать, что тебя поддержало определенное количество граждан Пермского края. И отвечать на их все просьбы. Получится, не получится. Ну, по крайней мере, выслушать и написать депутатский запрос, если он не походим. Или переговорить с тем чиновником, который не понимает, что он нарушает, предположим, закон о труде. Или другой какой-нибудь федеральный, региональный закон. То есть стать на защиту жителя, которые тебя избрали. Безусловно, с вами согласен. А вот морально-этическая сторона вопроса? Ну, морально-этическая, вы понимаете, в душу каждому не залезешь. Но я считаю, что когда перед выборами печатается биография, пусть даже не в полном объеме, и то можно сделать вывод, чем он занимался всю жизнь. Предположим, если молодой, то его пути, если более зрелого возраста руководил или где-то работал в общественной организации. То есть можно сделать выводы, если внимательно почитать, прийти на встречу с депутатом, задать вопросы, а депутат обязан ответить на любые вопросы и сделать выводы. Видите, как получается, у нас, говорят, с некоторыми депутатами встречаться чуть ли не опасно. Я, естественно, говорю о депутате Слуцком, об этом скандале. Как вы относитесь вообще к скандалу с господином Слуцким, с однофамильцем известного футбольного тренера? Как вообще понимаете, видите эту ситуацию? Ну, я был в шестом созыве депутатом Государственной Думы Слуцкого. Ну, не то, что я дружил, но, по крайней мере, с ним здоровались. Иногда были на парламентских слушаниях, ну, такие-то фразы. Мне он как депутат нравился, как политик очень нравился. Речь такая серьезно подготовленный человек, когда выходил на трибуну. Я встречался с журналистами, и в то время этого не было. Видимо, эта волна Вайнштейна из Голливуда перекинулась на нашу либеральную прессу. И вы заметьте, ведь «Дождь», дальше, как говорится, «Эхо Москвы» или те издания, которых вообще никто почти не знает, вдруг журналистки стали вспоминать. Кто-то в лифте ее потрогал. Ну, даже последний пример. Позавчера я прочитал в одной из наших газет одна наша журналистка, правда, я ее не знаю, написала, что несколько лет назад она брала интервью у нашего регионального министра, и после интервью он ее пригласил в ресторан. Это же ужас! Ну, мы просто все хохотали. Это же прекрасно, если, может, даже министр и не был женатым, или он, наоборот, она ему понравилась. Это прекрасно, что он ее пригласил в ресторан на бокалы вина. И потом мы закончим наше интервью в более спокойной обстановке, в такой, знаете, несколько нетрадиционной, некабинетной. Я считаю, что правильно, журналистки должны идти туда, куда их приглашают. Другое дело, когда, предположим, женщина или девушка устраивается на работу, сидит такой работодатель и говорит, если ты там со мной куда-то не пойдешь, это уже уголовное преступление. А то и доходит до абсурда. Сейчас некоторые в Москве депутаты уже боятся в лифте проехать с журналисткой. Не дай бог, она в интернет выложит, в социальных сетях, что он домогался в лифте между вторым и третьим этажом. Давайте вернемся к рабочим вопросам. Вы заместитель председателя Комитета по социальной политике Законодательного собрания. Расскажите, над чем сейчас из таких основополагающих вещей работает Комитет? Вообще, какие планы? Во-первых, прошел квартал. Мы провели три заседания социального комитета, рассмотрели более 40 вопросов. Ну, вопросы очень, конечно, интересные, но вот, по крайней мере, мы и заслушали отчет уполномоченного по правам человека. Рассмотрели законопроект очень интересно. Это физической культуре и спорта. То есть тема очень интересная, актуальная. Тем более, создали общественный совет при губернаторе. Далее мы рассмотрели о льготах для наших уважаемых учителей. Порядок уточнили для тех, которые переезжают в сельскую местность и получают миллион. То есть, вот такие текущие вопросы. Тем более, наш социальный комитет, по сути дела, 70% бюджета нашего Пермского края. И, естественно, мне очень приятно, что наши министры региональные приходят на наш комитет и вступают в полемику. Потому что ведь именно на рабочей группе и на заседание комитета идет острая полемика. И поправки вносят как раз, чтобы на пленарном заседании не превращать это в балаган. Ну, работаем мы вместе с правительством. И, естественно, даже иногда, может быть, мы не инициаторы. Просто иногда губернатор, как представитель правительства, вносит законопроект. И вот здесь мы, депутаты, уже учитывая интересы избирателей, вносим поправки в эти законопроекты, которые вносит правительство. Вот это, может, даже главная задача. Но есть уж более подробные. Я думаю, надо просто пригласить именно так и сказать о работе социального комитета или другого комитета. Вот это отдельная тема, конкретно я принесу бумаги, посмотрю выкладки. Потому что ведь ошибиться нельзя в нашей передаче. Если ты что-то скажешь не точно, и вдруг, предположим, какая-нибудь старушка, которая не вникает в смысл этого законопроекта, начнет говорить, вот депутат сказал по телевизору, понимать, то-то, и мне нужно эту выплату. Я всегда говорю, обращайтесь с письмом к депутату, мы всегда ответим. У меня есть помощники квалифицированные. Так что всегда я открыт, как вы говорили, что такое депутат. Он должен всегда служить народу и быть открытым, отвечать на звонки. Если сам не может, то помощник должен отвечать. Вы упомянули о том, что полемика происходит на заседаниях комитетов с министрами. Скажите, на какие темы чаще всего полемизируете? Ну, давайте так, предположим, больной вопрос, о котором уже жители Ленинского района говорят. Нет поликлиники. И к губернатору обращаюсь. Наконец процесс пошел потихонечку. Сейчас проект будет, ну вот я живу в Ленинском районе, и сейчас, сами понимаете, такая проблема. Нас присоединили к Свердловскому району. Ну, в общем, ну уже место давно было выделено. И новый министр Матвеев сказал, что ближайший год, два, ну максимум три, ну быстро ничего не делается. Поликлиника будет. Ну, другие вопросы. Дальше, предположим, сотовая связь. Мы же ездим по нашим округам. Естественно, почему, когда не будет. То есть задаем вопросы. Когда выступает министр транспорта, мы вопросы задаем четко, конкретно отвечаем. Даже, может быть, более глубоко, чем на пленарке. Но журналисты, конечно, могут прийти на наше заседание комитета. И вот я недавно ездил на сход. И там не было представителя территориального управления соцзащиты. Я, конечно, сразу министру Фокину сказал, почему не было. Потому что это очень значимо на сельском сходе объяснить новое законодательство, которое принято в социальной политике. Потому что, ну, не каждая старушка, не каждая молодая мама зайдет в интернет искать номер закона и так далее. А когда приезжает специалист, предположим, из соцзащиты или из отделения, или из территориального управления соцзащиты, она объяснит. Это живой человек. То есть можно в полемику вступить к какой-то степени. Валерий Владимирович, у нас достаточно много проблем. И в том числе в нашей сегодняшней беседе их можно долго обсуждать. И тем не менее у нас есть результат выборов 18 марта этого года. Это рекордная за всю, по-моему, историю новой России явка. Рекордный результат, который Владимир Путин продемонстрировал на этих выборах. Как вы считаете, вот чего в этом результате больше? Ну вот такие же вопросы мне задавали. Как раз я перед выборами ездил в свой округ и объяснял. Проблем много. У вас очень-очень много проблем. Но если вы не придете на выборы, эти проблемы все равно останутся. То есть нужно в первую очередь учитывать международную обстановку. Ведь никогда Запад не следил так за выборами, как сейчас. Вы представляете, сколько было наблюдателей со всего мира. И потом они ведь следили за результатами. И нам нужно было показать, что мы выбираем президента, которому доверяют две трети наших граждан. Эта цифра, конечно, потрясающая для, предположим, Запада. Там, предположим, мэра Парижа избрали предпоследний выбор 26%. И потом еще зависит от того, сколько претендентов и какие претенденты. Но я хочу сказать, даже Ленинский район. У нас в Перми за Собчак проголосовал больше. Помню, 2,2, а по России 1,8. У центра города, самая либеральная публика. Но самое главное, это еще хорошая цифра. То есть они пришли на избирательный участок, проголосовали. Ну, а мы же демократическое государство. Естественно, кто за кого хотел голосовать. Но, в принципе, народ понял. Видимо, у нас уж так на Руси сложилось, когда сжимается кольцо блокады экономические, санкции. Народ начинает понимать, что от того, что мы изберем, ну, не того президента, может быть, не того, по мнению либеральных кругов. Но все же Путин доказал, что он умеет работать. И, в принципе, ему оказали доверие. Но некоторые говорят, что он вечен. Нет, это последний срок президента по Конституции. Ну, и все нормально. Ведь канцлер ФРГ тоже избран на четвертый срок. Между прочим, почему-то Запад не шумит. Как это на четвертый срок? Так все нормально. Ну, даже после того, как генеральному секретарю Китайской Народной Республики сделали возможность пожизненного руководства государства... Ну, не пожизненно, то есть без ограничения. Без ограничения сроков, да. Управление государством тоже особо так западная пресса не шумила по этому поводу. Промолчало, промолчало. То есть, это еще раз, за нами пристально следят. И в этом отношении нам нужно показать единство в эту трудную минуту. И мы показали, и я хочу доволен результатами. И мой округ там, вообще-то, Сиват, это вообще, Сивинский район, 81%. Видимо, не зря туда ездим. Валерий Владимирович, не могу в этой программе не затронуть трагическую тему. Пожар в Кимерово унес жизни шести с лишним десятков человек. Как по-вашему, наверное, в этом кроются и причины вообще всего случившегося и произошедшего. Невозможность поставить проверяющего каждому работнику в стране за неэффективностью. Этого процесса. С другой стороны, непонимание, по крайней мере, которое у меня сейчас есть. А как не допустить вот таких событий в жизни? В чем их причина? Это разгильдяйство, это коррупция, та самая, о которой идет речь. И что нам делать теперь? Как вам кажется? Конечно, я небольшой специалист в этой области. Тем более, у нас, у самих в Перми была такая трагедия. И, к сожалению, количество погибших было намного больше. Ну, выводы были сделаны. Но вот я хочу сказать, что здесь, конечно, очень интересное законодательство. С одной стороны, как говорит президент, нельзя кошмарить бизнес. Но ведь он правильно сказал. Бизнес нельзя кошмарить с точки зрения налоговой инспекции и так далее. Но безопасность людей. Здесь я считаю, что любой бизнесмен, если он понимает, что он отвечает за жизнь людей, пусть пожарники приходят, пусть МЧС, специалисты приходят, проверяют. Вот даже недалеко ходить не надо. Это небольшой пример. Вот я в Кристалл люблю ходить. Хороший кинотеатр. Я с детства туда хожу. Ну, вот есть хорошие уютные залы на четвертом этаже. Я как-то пришел. Было много народу. К лифту подошли. Там четыре человека можно спускаться. Я говорю, где лестница? Давайте я по лестнице спущусь с четвертого этажа. А ее нет. Искал, искал. Тупо судило. Я не мог выйти. Я и вот сейчас подумал. Боже мой, если что-то случилось. Все. Далее. Даже вход в Кристалл. Шесть дверей. Одна дверь, вторая дверь. Заходишь, так идешь. А если выходить, бежать? Ведь есть уже двери. Ну, я не знаю, как они правильно по-английски называются. И по-русски можно как-то их назвать. Это двери с той стороны не открываются. С этой длинной ручкой нажимаешь, они автоматически открываются. В том же Кемерово. Говорят, безбилетники пройдут в зал, мальчики, девочки. С другой стороны, ничего страшного. Безбилетов бегали в октябрь. Ну, не хулиганили, по крайней мере. Ну, в кино иногда бесплатно смотрели. Ну, 10-12 лет. Они бы нажали во время пожара такую длинную ручку. Я встречал такие в Москве и за границей. Она открывается. С той стороны не попадешь. Все. Нет проблемы. Нет замок и так далее, и так далее. Ну, это что? Считаю, что нужно как-то в законодательном плане, уже на федеральном уровне. И самое главное, жители. Те, которые приходят в торговый, развлекательный центр, кинотеатр. Ну, посмотреть, есть ли табличка, сделать замечание. Если нет, сфотографировать, выложить в социальные сети, даже написать заявление. Вот я, предположим, с завтрашнего дня, куда бы ни пришел, буду ходить смотреть. Но не как депутат, как гражданин. Если ко мне приедет внучка, и я с ней пойду, я должен за нее в первую очередь отвечать. Я считаю, что на законодательном уровне, да, трудно будет бизнесменам разориться, может быть, на такие спецдвери, но жизнь-то дороже. Лучше не сидеть в Соликамске, лучше, как говорится, на свои деньги поставить дверь. Зато ты спокоен за граждан, которые пришли в торговый центр, который тебе принадлежит. Безусловно. Я вот с вами в этом вопросе определенно соглашусь и выражу надежду на то, что вот этот общественный контроль, который у нас сейчас очень в такой активной фазе пребывает по поводу безопасности, он не стухнет спустя там какое-то непродолжительное время, как это периодически бывает. Вот очень, кстати, интересный момент. В день трагедии в Кемерово первая новость, которую получило наше внешнеполитическое ведомство, была не о соболезнованиях со стороны наших партнеров, как их принято называть, а все-таки это была новость о том, что ряд европейских государств и американцы высылают наших дипломатов. Вот та внешнеполитическая ситуация, в которой мы сегодня оказались, как, по-вашему, это предвестник новой холодной войны или она уже идет, и к чему мы движемся? Ну, я, как говорится, намного старше вас, я жил и в период Карибского кризиса, тоже была очень обстановка, и тоже дипломатов высылали. Но я вам хочу сказать, Великобритания, она сейчас в таком положении находит, нас с Евросоюзом поссорилось, и, естественно, нужна была тема, чтобы как-то объединить. Но вот хороший пример, в Австрии избрали молодого руководителя, канцлера, он четко заявил, я буду с Россией дружить, все, нет проблем. То есть, в принципе, независимость каждой страны определяется именно в том положении, что эта страна может дружить с другой страной. И, конечно, такой диктант, но я считаю, что это не очень правильно. Ну, так же, как с Вайнштейном. Ну, с ума сходят, видимо, некоторые люди там на Западе, не понимают. Им, видимо, надо полечиться в какой-то степени. Но мы и проживем без такого количества дипломатов. Послов не тазвали, ну, что посол будет работать, видимо, в три смены. Ну, такова участь. Ну, собственно, да, оставили себе пути отступления все-таки. Ну, мы правильно, вот здесь мне понравилось, мы зеркально ответили. Они высылаем, мы высылаем. То есть, а простые это граждане, которые и англичане, у них есть и бизнес какой-то, и хотят посмотреть Санкт-Петербург, Москву. То есть, для них тоже препоны поставили. В той же Америке, там ведь много и наших жителей, которые уже получили вид на жительство, они тоже получают визу в нашу страну. Но я считаю, что это безобразие, это абсурд какой-то. Спасибо, что вы были у нас в студии, мы будем рады видеть вас снова. Приглашайте. Депутат служит народу. Как и телеведущий, у нас все для вас. Вы смотрели лобби-холл на Ветте. Сегодня у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников. Меня зовут Станислав Уланов. Увидимся на Ветте.